Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею выдавать права и паспорта через многофункциональные центры. Положительное решение было принято после подведения итогов пилотного проекта в ряде регионов. С точки зрения главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, подобную практику необходимо распространить на всю страну. С таким предложением согласны и в Ненецком округе. Для региона с большим количеством труднодоступных населенных пунктов замена документов одна из насущных проблем. Чтобы получить паспорт, необходимо приехать в Наринмар и потратить десятки тысяч рублей. Решить проблему получения документов в труднодоступных населенных пунктах округа власти региона пытаются уже давно и на уровне собрания депутатов, и на уровне заполярного района. По словам законодателя Виктора Кмитя, ни одного законного способа так и не было найдено. Если раньше ФМС шла навстречу где-то главам поселений, выдавала эти паспорта тем или иным образом через главу, получали соответствующие подписи, и как-то могли такие варианты какие-то, не совсем правильные с точки зрения закона, осуществлять, то, как нам доложили руководители отдела Федеральной миграционной службы, у них внутренними документами строго-настрого пресекается любое нарушение установленного порядка выдачи паспорта. Выход из ситуации нашли на федеральном уровне. Правительство одобрило идею выдачи заграничных и общегражданских паспортов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Выступая с докладом о развитии сети МФЦ, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал об успешном проведении пилотного проекта в ряде регионов страны. Такую возможность хотят получить и в нашем регионе. Группой депутатов уже подготовлено соответствующее обращение. Определенные решения правительства приняты. Если мы сейчас будем ставить вопрос как бы вновь, это не совсем правильно. Мы его отредактируем и, может быть, попросим, чтобы число субъектов, которые в первую очередь будут рассматриваться, предоставляться такая возможность, вошел Ленинский автономный округ.